Всемирный день почты – один из ежегодных международных праздников. Он установлен в 1969 году Всемирным почтовым союзом. Почтовые службы всего мира обрабатывают и доставляют ежегодно 436 миллиардов отправлений письменной корреспонденции и 6 миллиардов посылок, миллионы денежных переводов, предоставляя повсюду огромным количеством людей простой доступ к финансовым услугам, в том числе в местах, где отсутствует банковское обслуживание. Накануне праздника, который отмечают 9 октября, трудовой коллектив Белгороднестровского узла связи посетил народный депутат Виталий Барвиненко. В нашей стране почтальонами работают преимущественно женщины. Вот и в этот день в зале собрались представительницы прекрасного пола не только городских, но и районных почтовых отделений. Их нелегкий труд, к сожалению, не относится к высокооплачиваемым профессиям, но зато они одни из самых долгожданных гостей для стариков, которым каждый месяц прямо домой приносят пенсии. Теплые слова в свой профессиональный день они заслужили по праву. Поздравляю всех вас с праздником, дорогой завтра. Думаю, что вы их в селах, особенно в селах, да и в городах, самые, наверное, ожидаемые люди. Чтобы это пенсионеры, для тех, кто ждет то ли пенсию, то ли какую-то газету, то ли какую-то весточку. И хотел бы, чтобы вас всегда ждали люди только с доброй вестью, чтобы тот тяжелый труд, который у нас взяли, сегодня не так много или практически не осталось коммуникаторов между городом, между селом, между людьми, кроме Почтариона. Обычно, когда помню, в детстве Почтарион был самый осведомленный человек. Он знал все, что на районе делается, на какие улицы, что там происходит. Это очень правильно. Думаю, что ваш нелегкий труд, к сожалению, пока не совсем оценен и государством, и правящим средней структурой. Но уверен, что вместе, тем более с таким руководителем, потихоньку, по чуть-чуть будем делать все возможное. А от начальника узла связи его подчиненные, кроме грамот и устных поздравлений, услышали и о планах на будущее. Перед ними ставят серьезные задачи, зная, что каждый из присутствующих – это под силу. Отделение широкое. За 9 месяцев работы. Стоянова Анна Викторовна. Елена Павловна на сегодняшний день держит марку лучших наших отделений связи в центре. А после официальной части праздника коллектив Белгороднестровского узла связи ждал приятный сюрприз. Народный депутат Виталий Боровиненко организовал для них экскурсию в Центр культуры вина знаменитого на весь мир завода «Вшаба». Ангелина Савинкова, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова